сегодня мы снимаем то как мы будем делать тортик дисклеймер мы не претендуем на звание народного кондитера мы делаем просто так что нам понадобится конечно новогоднее настроение но начнем с самых основных вещей это творожный сыр в целом если вы хотите и весь торт обмазать кремом тогда понадобится две штуки творожный сыр в любое я взяла вот 400 грамм меньше не надо также нам понадобятся сливки 35 процентов жирности меньше не надо потому что они не взобьются но спойлера нас они и так не взобьются потому что у нас не миксер а вот эту штуку которая сбить сливки не может далее это сахарная пудра она понадобится чтобы вот эти инди как раз таки смешать и чтобы получился крем-чист мы решили не париться купить вот в магните коржи они есть какие шоколадные и обычные вот мы шоколадными делали теперь попробуем такие молоко мы берем для пропитки торта чтобы он не был твердый и в очинку саму к крему можно вообще что угодно засунуть вот у нас например в этот раз будет киви и банан если вдруг видеть банана ну и конечно нужно какое-то приспособление чтобы мешать творожный сыр вот но конечно не такое а вот такой миксер вот с такой насадкой должен быть он не знаю как называется и не кондитер приступаем нужно достать коржи мой первостепенно их сафонов мы с вами их должны пропитать молоком у нас нет нормального сахара поэтому мы будем очень дробить сафонов не справился задать для этого мы берем тарелку вот пропитываем не сильно потому что первый раз мы пробовали сделать тортик будет по такому рецепту мы слишком сильно пропитали его и он соответственно не доставался ну то есть ему нужно было больше времени чтобы застыть вот так что берем первый корж пахнет блин медом самый нижний наверное не стоит сильно совсем пропитывает совсем немножко чтобы он все-таки держался конструкцию мы берем сахара вот на глаз у кого нравится и заливаем молочко туда но желательно не так как делал я но тем не наш сахар уже растаял смотрите если вам кажется что сахара много или мало можно попробовать чуть-чуть и посмотреть как вам вообще по вкусу мы любим сладкое вот кто-то делает вообще воду с сахаром поэтому это все на ваше усмотрение но мне кажется что молоко с сахаром это знаете как-то так сливочно что ли вот начинаем пропитывать есть я знаю какие-то приспособления которые можно вот как макать и переносить но у нас нас есть ложка мы работаем ложкой вот как мы уже говорили ранее надо не сильно много пропитывать вот по ощущениям наверно вот один разок максимум два пройдемся чтобы все-таки нижний корж держал наш все приспособление нашу конструкцию вот и уже встретимся с вами тогда когда будем делать крем так мы с вами пропитали наши коржи мы запомнили что нижний мы пропитываем не сильно средний уже можно побольше чтобы уже ощущалось что он такой мягенький такой вкусненький вот и верхний дальше мы давайте поставим их ну я бы поставила их холодильник чтобы они как раз таки пропитались и остались сочными и соответственно нам не мешали сейчас мы уже будем переходить к нашему крему мы переместились уже на новую локацию смотрите нам потребуется сейчас творожный сыр его нужно сделать холодным соответственно на немножечко мы кладем его в морозильник вот исходя из того сколько вам нужно крема то есть вы будете покрывать полностью не полностью вы уже решаете сколько вы берете и берем два корыца в одном и потом будем сливки взбивать об этом мы будем взбивать как раз таки творожный сыр и сахарную пудру так далее мы берем сахарную пудру я честно говоря кладу на глаз чтобы я примерно понимала что будет сладко потому что все-таки творожный сыр он не сладкий вот и далее мы уже с вами должны это все перемесить до однородной консистенции но смотрите кто-то еще делать сразу со взбитыми сливками но там тоже вам нужно задавиться какой-то определенной консистенции вот если вдруг вы хотите прям как кондитер и чтобы он был такой твердый этот ваш творожный крем крем-чиз как называют вы можете в отдельной кастрюльке взбить сливки так как у меня вот такая вещь она сбить сливки соответственно не может поэтому я сейчас все вместе буду перемешивать дабы не тратить время вот но если вдруг вы хотите сделать все профессионально конечно делаете вот по тому рецепту или ознакомьтесь ну что дамы и господа погнали делаем консистенцию красивую кремовую мы дали постоять нашему крему и смотрите девочки он уже прям как крем вы обязательно его еще раз перемешать уже ложечкой и попробуйте на сахар как вам вот вы хотите послаще или хотите чтобы он был таким творожным я нарезала фрукты на этот раз у нас это банан и киви в тот раз мы пробовали банан и ананас консервированный было тоже очень вкусно вот наш бочоночек он очень тяжелый и сто процентов очень вкусный спасибо что были с нами сейчас съедим пряник и желаем вам доброго вечера спасибо